Архадий, демаркация границ по юридической основе Алматинской декларации 1991 года ведет к мирному договору? — Если никто не будет этому мешать со стороны или ставить под сомнение легитимность этого принципа в соответствии с Алматинской декларацией, то это возможно. Но это будет преодолеваться, решаться с зубовным скрежем каждый раз, просто на земле, как это сейчас происходит в Тавушской области. Может быть, это самый трудный участок, но не меня здесь судить, я повторяю, я не в Армении. Но в общем, я вижу, что эта возможность вполне реальна. Но мы не будем забывать одну вещь, я тоже сегодня про это написал. Понимаете, довольно забавно, что мы не знаем существа переговоров между Путиным и Пашиняном на сегодняшний день. То есть, подрывочные информационные выбросы известные. Но вот, например, мы не знаем, Путин как относится реально к встрече в Казахстане. Как он относится реально к динамитации на основе Алматинской декларации 1991 года. Потому что, нужно ли вам объяснить, что этот принцип совершенно не в интересах России. Как известно, новые российско-украинские границы происходят, проходят нынче. Совсем не так, как решала Алматинская декларация о границе между Россией и Украиной. Вы понимаете, да? Поэтому это такой выстрел вновь. В каком-то смысле для Москвы признать легитимность, так сказать, этого принципа. Поэтому я не исключаю, что на какой-то момент возникнут некоторые проблемы. И даже могу предположить, с такой стороны подует ветер. Да, и вообще, обратите внимание, что за вот эти дни я видел только очень короткую реплику в одобрении этих переговоров от известной барышни со Смоленской площадью. Да. Да. Ну, в Армении проходят протесты против демаркации. Оппозиция требует приостановить демаркацию. Правда, не четко говорится, что предлагают взамен. Но этого стоило ожидать. Это объективная картина последних событий. Вопрос к кому? Это к Борисову, наверное, да? И к Борису. Кто первый? Пожалуйста, Борис. Да. Но я здесь, думаю, намешаны объективные и субъективные факторы. Безусловно, что есть категория протестующих. Это непосредственно жители Тавужской области. Это люди, которые в том числе решаются какой-то своей собственности. Или их собственность оказывается по непосредственному соседству с азербайджанскими военнослужащими после того, как будет завершена демаркация. Вторая колонна участников – это те люди, которые озабочены в целом ситуацией в Армении и в плане безопасности. И поэтому они хотят какого-то выхода из этой неопределенности, которая сегодня, безусловно, главный фактор, который портит жизнь армянским гражданам. И, наконец, третья колонна – это именно субъективный фактор. Это многочисленные оппозиционные силы, которые хотят воспользоваться ситуацией. И я даже не думаю, что сегодня есть конкретная задача прихода к власти, но заявить о себе, укрепить свои политические позиции, наоборот, ослабить позиции Пашиняна – это мы, безусловно, видим. Так что вот, может быть, эти три основные колонны протестующих, которые определяют сегодня ситуацию. – Ваша очередь, Аркадий. Какое мнение складывается у вас? – У меня мнение, в общем, здесь, что называется, коррелируется вполне с точки зрения Бориса. Он это анализирует достаточно просто и ясно, разлагая на составляющие это движение протестное. Важно то, что это неизбежно. Всегда есть люди, которые считают себя обиженными, ущемленными, преданными, тех, которые предали. Но это же все-таки, вот даже глядя со стороны, происходит, в общем, достаточно, я бы сказал, демократической обстановки. Армения – демократическая страна. Смотрите, сколько людей вышли на улицу. И я не чувствую, так сказать, что власть готова их какими-то очень силовыми методами разгонять. Ну, я вижу эти картинки, я не вижу массовой поддержки. Я не вижу ничего подобного, что было в 2018 году, когда сторонники Пашиняна начинали свое движение против прежней власти. Ну, в каком-то смысле я прибегу к такому, может быть, обидному сравнению аббревиатуре. У нас в институтские годы говорили про это. ИБД – имитация бурной деятельности. В первую очередь, это относится к оппозиции, которая, конечно, по всем законам жанра должна использовать действительно народный, человеческий, вполне объяснимый протест в своих целях. Иногда это выглядит, они очень, так сказать, мягко говоря, немножко курьезно. Но это уже армянам сами не судится о своих героях на улице. Понятно. Это то, чего уже нет в России. Я просто вам хочу напомнить, что в Армении все еще существует демократическая структура власти. Да, а почему все еще? Все еще, потому что, как вам сказать, все идет к худшему и лучшему из миров. Если кандидат переформатировать, то получим вот такой максимум.